Вот уже второй год подряд Владивосток на несколько дней становится центром международного зимнего плавания. Так вышло, что наш город закрепился в роли одной из остановок Кубка Мира. Заплывы в Приморской столице идут в зачет второго этапа крупных соревнований. В этом году в открытом бассейне на базе яхт-клуба «Семь футов» встречаются моржи из 18 субъектов России, а также из США, Эстонии, Аргентины, Чили и других стран. Сегодня у нас очень шикарные условия для проведения зимнего плавания. Во-первых, нет льда. Во-вторых, вода порядка 4 градусов. Это, в общем-то, нормально и тепло. А бывает, что сольдом плавает? Ну и малый ветер. Обычно в Приморье задувают очень хорошо. Сегодня практически без ветря. Ну, начало соревнований. Поэтому сегодня условия очень комфортные. Сами соревнования, кстати, именуются как «Кубок Тихого океана». Название, конечно, говорящее. Наша восточная акватория до боли любопытна гостям Запада. Ведь, как известно, у нас очень соленая вода, в которой плыть хоть и сложно, но зато интересно. Водичка была отличная, просто удивительная. Вроде на улице холодно. В прошлом году тут замечательные были соревнования. В этом году не хуже, я думаю. Я обладатель «Кубка мира» в своем возрасте. 70-74. Первый раз здесь, поэтому как раз хотелось увидеть в Тихом океане поплавать. Хорошо, здорово. Представителей семи стран не случайно привлек такой далекий город России. Результаты пловцов пойдут в зачет второго этапа «Кубка мира», который идет весь сезон и гуляет по разным уголкам планеты. Многие иностранцы, которые впервые во Владивостоке, удивляются тому, насколько популярен у нас этот вид спорта. Я счастлива быть здесь. Люблю зимнее плавание, особенно в максимально холодной воде. Вообще, я психолог по профессии, но люблю плавать. Очень нравится, с какой добротой здесь относятся к иностранцам. Выходить на суровые морозные дистанции брасом, баттерфляем или вольным стилем решаются даже люди с ограниченными возможностями. Дело для них, конечно, вдвойне рискованное. Однако, как отмечают сами инвалиды, такое плавание дает им новые силы на новые свержения. С соревнованиями раз за разом круг друзей расширялся. И в итоге мы познакомились с Олегом Докучаевым, который нас заразил и соблазнил чемпионатом мира в прошлом году. Сказал, что желаете участвовать, готовьтесь. Вот мы с прошлого года и плаваем в холодной воде. Международные соревнования во Владивостоке будут идти до 19 ноября включительно. Но Владивосток и Россия в целом мировое зимнее плавание отпускать не собираются. Национальная федерация сейчас ведет активную работу, чтобы чемпионат мира в 2020 году прошел в нашей стране. Максим Яковлев, Евгений Черемухин, Даниил Клёва. Новости спорта на восьмом.